На Новый год будет марафон новых серий. Подписывайтесь и жмите колокольчик. До 20 лет я как-то обходилась без замензирателя. Евгения Викторовна, решайте этот вопрос со своим отцом. Со мной об этом разговаривать бесполезно. Действительно, зачем мне я вообще об этом разговариваю? Да черт! Он не просто так тебе приставлен! Хочет исчерпкать этим гребаным пультом! Когда же ты прекратишь вести себя как скотина? Когда со мной перестанут обращаться, как со скотиной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, доброе утро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а что за мужик у нас переговорный сидит? Привет. Мужик Виктор Дубровин. Концерн «Вегатрас», слышала? Не уверена. Короче, Дубровин его хозяин, дочь у него вчера исчезла. Вот она, Евгения Викторовна, двадцать лет, учится на платную. Женя, она моя дочь по первому браку. Ее мать умерла десять лет назад. Погибла в автомобильной катастрофе. А пять лет назад я женился во второй раз. У меня с моей нынешней женой крепкие связи по бизнесу. Где сейчас ваша жена? В Австрии. Уже вторую неделю. У нас там филиал, она им занимается. Но она с Женей не общается. Точнее, Женя ее игнорирует. Из-за матери. А у вас какие отношения с дочерью? Плохие. Я сам не подарок, а у нее характер весь в меня. Все наперекор. Учиться не хочет, занятия практически не посещает. Ну, а где же она проводит время? Я понятия не имею. Я пытался ее заставить учиться. Стал в деньгах ограничивать. Три дня назад приставил к ней помощника моего, Гришу Ярополкову, чтобы контролировал. А она раньше исчезала? Вот так вот, чтобы ночью домой не прийти? Никогда. Она, конечно, хоть и своенравная, но края-то знает. Скажите, а у вас нет никаких конфликтов? Скажем, по бизнесу или еще каких-то? А там в семье этого Дубравина не может быть драки за наследство? Евгений единственный ребенок, к тому же к бизнесу не имеет никакого отношения. Да и вообще, этот бизнес еле держится. С них, вот смотрю, через суд долги взыскивают. С кого? С концерна Дубравина? Не совсем, но с его дочерной структуры, а это тоже показатель. Да у меня постоянно конфликты. Вот сейчас перекредитоваться не могу. Но это все так, это текучка. Да и не те, эти люди, чтобы похищать. Ну, а кто же тогда? Да я боюсь, как бы она не зацепилась кем-нибудь. Понимаете, она, девка-то красивая и строптивая. Мужики за ней толпами бегают. Она их посылает, базар не фильтруя. Обидела кого-то, он и не простил. А почему вы все же думаете, что ее похитили? Может быть, она сбежала? Без денег, без вещей. И смартфон со всеми контактами оставила? Нет. Она не дура. Хорошо, смартфон мы проверим. Скажите, а кто мог еще к этому телефону, кроме вас, прикасаться? Нам нужны образцы отпечатков. Да Гриша его нашел, Ярополков. Ну, который за ней присматривал. Ну, в общем, здесь ее мобилка лежала. Сильно она тебя заставала? Честно? Да я просто счастлив, что она исчезла. Тварь редкостная. У нее же вообще никаких понятий нет. Когда хозяин меня к ней приставил, первое, что она сделала, попыталась затащить меня в постель. Вот ты, значит, не повелся. А вам смешно? Я же не совсем идиот. А потом она меня обвинила в том, что я ее домогался. Он не говорил. Да я думаю, что он вам много чего не рассказал. Он же свою дочь как облупленную знает. Только мне непонятно, зачем он ее ищет. Она же сама сбежала, стопудово. Зачем ей бежать? Не зачем. Почему? Достала отцовская опека. С Дубравином никаких особых событий не происходило в последнее время? Я о таком не знаю. Ну а подружки, друзья уже не были? В институте точно нет. А вот парень, думаю, и имелся. Она себе ни в чем не отказывала. ФЭС расследует исчезновение Евгении Дубравиной, дочери крупного бизнесмена. Дубравин утверждает, что дочь не могла сбежать, поскольку ее вещи на месте. Помощник Дубравина Григорий Ярополков, напротив, уверен, что Женя сбежала сама. Григорий рассказывает, что Женя вовсе не была паенькой и в достижении своих целей не брезговала ничем. Что-то маловато в контактах у нашей похищенной-сбежавшей. Созванивалась с отцом, иногда еще с парой бывших одноклассниц, с салоном красоты. Я бы на ее месте, а если бы решила сбежать, спокойно бы все это оставила бы в прошлой жизни. Наверняка у Женечки есть еще один номер. Для общения с друзьями, о которых папаша не в курсе. Может так, а может нет. Нет, на ее смартфоне, кроме отпечатков ее самой, ее отца и охранника, есть свежие потужовые неизвестного мужчины. А мужчина ей не родственник? Нет, а что ты взял? Ну, просто у нее есть родной дядя по материнской линии. Плотников Олег Селдыч, сотрудник частного охранного предприятия. С ним она тоже иногда созванивалась? Нет, это не он, но с ним надо поговорить. Я давно уже с Женькой не общался. Ее отец мне вчера вечером звонил, спрашивал про Женьку. Ну, я ничего не знаю. А вообще неудивительно, что она сбежала. Почему? И вообще, вы почему решили, что она сбежала? Да я удивляюсь, что это раньше не произошло. Я, например, с ее отцом давно уже не общаюсь. Ну, пока сестра была жива, он еще был похож на человека. А после, кроме своего бизнеса, он ни о чем не думал. А вот скажите, если вдруг ваша племянница к вам за помощью обратиться, поможете? Разумеется. А отцу скажете? Да, сложно представить, что девушка, которая привыкла к дорогому элитному пелью, может оставить его при побеге. Это она во Франции купила. Вы не представляете, сколько она денег тогда там спустила. Мне в офисе пришлось годовую премию резать, чтобы компенсировать. Андрей, я тебе фотографию сбросил. Лови. Да, Николай Петрович, вижу. Чек об оплате номера. Номер зарегистрирован на Михаила Сергеевича Елизарова. Двадцать четыре года, неработающий. Смотри, этот номер приобрел совсем недавно. Угу. Кроме этого номера, у Елизарова есть еще один, которым он пользуется очень давно. Оба номера периодически созванивались. А в данный момент оба выключены со вчерашнего дня. Этот новый номер Елизарова локализовался всегда вместе с мобильным Женей Дубравиной. По всему, уходит, Елизаров специально дал ей номер, чтобы контакты был не отследить. КОНЕЦ Чисто. Кто-то здесь уже побывал. Я думаю, что этот Дубравин нам не все рассказал. То есть ты всерьез полагаешь, что это он здесь все разворошил? А между прочим, еще не факт, что именно этот Елизаров и есть парень его дочери. Ну, я думаю, что мы это сможем проверить. Я все-таки думаю, что Елизаров где-то подрабатывал. Ботинки-то явно рабочие. На простыне из квартиры Елизарова следы сексуального контакта Евгении Дубравиной с тем же мужчиной, чьи потужавые были на ее смартфоне. А поскольку следов другого мужчины в квартире Елизарова не было, то... То, естественно, предположить, что Елизаров был любовником Евгении. Но это не самое интересное. Что там еще интересного? Это обломок отвертки, который отжимали замок в квартире Елизарова. Угадай, чьи потужавые на обломке? Ярополков? Охранник Дубравина? Похоже, Дубравин уже искал свою дочь Елизарова, а когда не нашел, обратился в полицию. Не знаю я никакого Елизарова, ни в какую квартиру я не влезал. Я охранник, а не взломщик. Тогда откуда ваши отпечатки пальцев на инструменте, которым взламывали дверь? Могли мы инструменты взять на работе или дома. Ну что? Уж по ботинку ты однозначно должен определить, где скрывается Елизаров. Разумеется. Даш, ты сможешь определить. На ботинке отработанное машинное масло, антифриз, тасол и бензин. Автомастерская? Или автомойка. Я даже думаю, что мы знаем, какая. Ну, это же очевидно. В контакт с Елизаровой есть некий Трифонов, индивидуальный предприниматель, у которого небольшая автомойка, недалеко от дома Елизарова. Мужки, извините, мы закрыты. У нас один вопрос. Елизарова знаете? Мишку? Ну, знаю. Он у меня тут подрабатывает. Где он? Да без понятия. Я пару дней его уже не видел. Он здесь живет неподалеку, у меня номер уезд. Это у нас тоже все есть. Может, он говорил там про знакомых, родственников? Да, хрен его знает. Если появится, позвоните. Не вопрос. А, мужики! Он как-то говорил, что у него есть дом в деревне, а дед остался. Но я не знаю, где. Спасибо. Доброе утро, Галина Николаевна. Мы нашли адрес дома деда Елизарова. Доброе утро, Андрей. Отлично. Оперов туда. Доброе утро, Андрей. Тут явно кто-то недавно жил. Не думаю, что Елизаров такой порядок навел. Он, судя по его квартире, не особо за порядком следил. А тут явно женская рука чувствуется. А, то есть ты всерьез полагаешь, что вот эта избалованная дочка Дубравина здесь все вот так вот прибрала? Вот по ее комнате этого в жизни не скажешь. Ну, тот дом она своим не считала, а тот могла проявить хозяйственность. В любом случае, никаких признаков похищения Евгения Дубравина мы не нашли. Откуда такое пятно образовой хозяйки? МОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Петрович! А здесь кровь, ты знаешь, суть по форме пятна, такое впечатление, что рану чем-то замотали, а кровь как бы просочилась. Надо участок осмотреть. Пойдем-ка. Я догоню. Следов полно. А вот тут, похоже, недавно рылись. Так. Ну, это ты накаркал. Это Елизаров. Давай. А откуда у него кровь, если его душили? Может его в драке подрезали, а потом добили? Ладно, наши разберутся. Борь, ты уже начал осмотр Елизарова? Только приступил. Время смерти приблизительно чуть больше суток назад, точнее скажу позже. Две прижизненные колтые резанные раны. Причина смерти механической асфиксии задушили вот этой самой проводкой. ФЭС расследует исчезновение Евгении Дубравиной, дочери крупного бизнесмена. Дубравин утверждает, что дочь не могла сбежать сама, поскольку ее вещи на месте. В вещах Жени ФЭС находит чек на оплату мобильного номера, принадлежащего Михаилу Елизарову. Михаил тоже исчез, а его квартиру кто-то обыскивал. Выясняется, что у Михаила есть дом в деревне. Рядом с домом находят труп Михаила. Итак, именно Елизаров был любовником Евгении Дубравиной. И судя по их следам в доме деда Елизарова, они свободно перемещались по дому, вступали в интимные связи и тому подобные, и даже бесподобные. Значит, Женя просто сбежала от отца со своим парнем. А что потом произошло? Ну, теперь моя очередь спрашивать. Угадай, чьи на этом проводе под ужалой. Того самого охранника со звучной фамилией Ярополков. Андрей, ну ты б хоть удивился для приличия? Погоди, погоди, я уже удивляюсь. Труп Елизаров больше суток, то есть его убили еще до того, как Дубравин обратился в полицию. Странно. Стал бы Дубравин обращаться в полицию, если бы имел бы отношение к убийству. А может, он и не имел отношения. Может, Ярополков ведет свою игру. Если он знал, кто любовник Жени, он мог найти их, увидеть любовника, а Женю похитить, чтоб потребовать за него выкуп. То есть, тупо воспользовался ситуацией, чтоб срубить бабла. Вы что, сдурели? Я что, идиот на убийство идти? Зачем? Дубравин же прекрасно знает, что никто его дочь не похищал. А если выкуп потребует, то он будет знать, что это его дочь, из него деньги тянет и ничего не заплатит. Зачем он тогда обратился к нам? Как зачем? Ему нужно дочь найти, а иначе его бизнес загнется. А при чем здесь дочь? Так при том, что ему нужны срочно по зарез денежные вливания. А он уже закредитован. Он уже однажды проворачивал такую историю. Я просто взял и женился на своей кредиторше. Вышел из положения. Да он нормальный парень. Такого хватать надо, пока не увели. Конечно, пока его папочка согласен. Что бабла не хватает, решил меня продать. Себя уже продал, теперь моя очередь. Женька, ты симпатичная, а ее жениха без слез не взглянешь. Зато ее отец под это дело согласился реструктурировать долги и войти в долю. Но как Дубравин может заставить дочь выйти замуж, даже если он ее найдет? Он просто ее запугает. Так это он ее, парни, грохнул. А меня подставил. Ну точно, ну все же сходится. Мои инструменты у него дома. А старая проводка? Какая проводка? С вашими потожировыми с места убийства. Так у меня в гараже старый провод валяется. Я недавно от него кусок отрезал. Я же выезжал, сугроб зацепил и бампер на морозе лопнул. Я быстренько его перемотал этим проводом, потому что сильно торопился на работу. И потом там же где-то на работе и бросил. Расскажите, где вы были в день исчезновения Жени и затем ночью. Я сначала Женьку искал, а потом Дубравин велел к ее дяде ехать. Они вроде там нормально общались, и он подумал, что она может у него появиться. А дядька-то меня не знал и… Вы за ним следили? Я во дворе в машине сидел. Он в одиннадцатом часу приехал, а потом меня сменили. Где ключи от вашего гаража? Ну и где у него этот провод? Ну вот. Получается, Ярополков не врет. Это пока ни о чем не говорит. Как-то не говорит. Говорит. Пойдемте. Борь, время смерти Елизарова установил? Да. Два дня назад, начиная с двадцати часов вечера, и еще в течение шести часов не позже. Два дня назад. Женя сбежала утром, днем они с Елизаровым добрались в деревню. А вечером их нашли и Елизарова убили. А Ярополков утверждает, что он в это время был во дворе Плотникова, дядя Евгений. Здравствуйте, Олег Силович. Я каждый день извиняюсь, но это опять я. Не нашли? Нет, не нашли. Скажите, вы в последнее время замечаете, что за вами следят? Аккуратненько за спину посмотрите. Олег Силович! Олег Силович! Значит, Дубровин, а ты за Женькой за мной следит? Ага. То есть последние два дня вы за собой слишком не замечали? Знаете, два дня назад у меня как раз дежурство было. Я домой приехал поздно и никуда больше не ездил. Я это к тому, что у меня видеорегистратор. И записи того вечера еще пока не затерлись. Вот это очень хорошо, вы мне его покажите. Ну, пожалуйста. Это Ярополков. И так он был во дворе Плотникова в один часу вечера. Значит, Ярополков никак не мог быть в деревне деда Елизарова во время убийства Михаила. Ярополкова подставили. Кто-то, кто знал, что это его инструменты и его кусок проводки. Ярополков же сказал, Дубровину нужно заставить дочь выйти замуж. Убийство ее любимого – это устрашение. Думаешь, после такого она понесется к отцу и будет послушной дочери? Так мог думать Дубровин. А может, все намного прозаичнее. Елизаров кому-то помешал, его пришлось убрать. Ну, где Женя? Может, уже у отца. Он ее доламывает насчет женитьбы. Изобразят потом добровольное возвращение отдумавшейся доченьки. Нам скажешь спасибо. А может, она снова сбежала? Это логичнее. Поэтому Дубровина в полицию обратилась и продолжает за Плотниковым следить. А где еще она может прятаться? А вдруг у нее с Елизаровым был запасной план? Какой? Ну, откуда же я знаю? Все контакты до конца мы не проверили? Проверяйте. Почему он должен все время прикрывать? Меня здесь нет. Понял уже. Тебя все ищут. Я бы сейчас двоих шуганул со двора. Твоя отец видно ко мне поставил. Мы его парня убили. Кто? Как ты думаешь? Отец хочет мне выдать замуж за какого-то чмошника. Я сбежала, но нас нашли. Теперь деваться некуда. Поможешь? Не высовывайся. Галина Николаевна, извините, а вы можете подойти? Что-то нарыл? Смотри, вот соединение Елизарова с его родного номера. Вот это видишь? Ну, выхода в интернет и что? Что у вас? Галина Николаевна, Елизаров месяц тому назад завел новый почтовый ящик. С него он отправил письма единственному адресату. И письма крайне странные. Что это намечается? Все получилось. Я исчезну на пару дней. Но Елизаров не так прост, как оказалось. Может, его специально подсунули Жене? Чтобы он ее обаял и подбил на побег? Кто-то не хотел, чтобы Дубравин выправил свой бизнес? Тогда они могут Женю просто убить, если ничего другого не останется. И, возможно, Елизаров действительно пытается спасти дочь. Адреса-то смогли отследить? Нет, он входил в почту свободной сети, явно шифровался. А может быть, вызвать этого адресата на встречу? Якобы от лица Елизарова? А если адресат знает, что Елизаров мертв? Ну, хуже-то уже не будет. А так хотя бы есть шанс, что он объявится. Следят, зараза. Отрываться поймут. И мне на дежурство уже надо. И подмениться нельзя. Тоже узнают. Останови, я вылезу. Не вариант. Во-первых, могут тебя засечь. Во-вторых, куда ты денешься? Нет. Лежи уж. Пусть лучше думают, что я на работу еду. Девяносто второго на все. Штирлиц хренов. Что ты здесь устраиваешь? Конечно. Стоять. Руки перед собой. А кто такие? Капитан Котов. Федеральная экспертная служба. Это майор Круглов. ФЭС? Куда? Спокойно. Старший следователь Нестерова Людмила Климовна. Привет. Привет. Мы давно пытаемся взять одну банду. Они специализируются на форах, но с поличным никак не попадались. Месяц назад я прижала одного на продаже краденого. Михаила Елизарова? Его самого. Прижала, он согласился следить следующую операцию. Вот жду. Ничего конкретного. Думаю, просто дурит. А кто еще из банди? Главарь у них Дмитрий Трифонов. Трифон, как они его называют. У которого автомойка? Точно. Это осложняет дело. Девка может быть у него. У вас хватит оснований на обыск? У Трифона? На скребу, но зачем? Краденого там все равно нет. Да что с ним с этим краденым? Тут дело гораздо серьезнее. Сидишь пока тут, чтоб тебя охранная пересменка не видела. Ничего не трогай. Это что такое? Электропитание и запасные генераторы. Николай Петрович, мобильный Трифонова отключен с вечера. И то же самое у всех его предполагаемых подельников. Сейчас проверим автомойку, но я боюсь, что без толку. Это машина Трифона. Странно, что он оставил их здесь. Чисто. Я не знаю, куда он делся. Давай машину осмотрим. Погоди-ка. Так. Так. Что тут у нас? Тьфу ты. Тьфу ты. Подружку оставил. Погоди-ка. Да вы фетишист, товарищ майор. Костя. А я, кажется, уже видел такие эксклюзивы из Парижа. куча. Куча. Даже если белье дорогое! Оно что, только у Дубравина есть? Андрей, я не верю, что среди обычного окружения какого-то заурядного грабителя есть девушки с таким бельем. Не вопрос. Пусть пришлет нам эти трусы, мы их проверим. Некогда. Что-то уже происходит. Хорошо. Допустим, это не случайность. И не совпадение. Допустим, Дубравина встречалась с Трифоновым, а потом влюбилась в Елизарова и его подельника. Трифонов узнал об этом и убил Елизарова. Ну а при чем тут побег Жени из дома? Не при чем. Просто совпадение. Ага. И то, что именно сейчас телефоны Трифонова и всех его подельников вне зоны доступа, это тоже совпадение, да? А какая тут может быть связь? Погодите. А где Женя, может быть, сейчас? Могла вернуться к отцу. Ну или поехать к дяде. Хотя вряд ли. Там ее сразу засекут. А если не засекут? Где дядя может ее прятать, чтобы подручные Дубравины не догадались? А может на работе у себя? У него там как раз смена началась. Что он там охраняет? Что Плотникова охраняет? Музейный фонд. Там есть что-нибудь ценное? Полно. Музейный фонд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто лучше? Сомневался? Ни один целиком в музее не отвечает. Это мобильный Плотникова не отвечает. Центральный пульт не может дозвониться до охраны на проходном. Я понял. Дядя спрятал бедную несчастную племянницу на работе, и вся система безопасности вдруг вырубилась. Все, погнали! КОНЕЦ Не стреляйте! Не стреляйте! Меня похитили! Я грохну ее! Отошли от машины! Бросайте оружие! А сейчас как же? Брошу, бегу из ПТК. Я грохну ее! Не думаю. Она единственное, что отделяет тебя от смерти. Стреляешь ты, сразу стреляю я. А знаешь, что Петр Ильич? Он стреляет, что ты? Я что, против, что ли? Он сам не хочет. Правда ведь? Ну? Ну? Пальцы разожми. Ну, пальцы разожми, ну. Господи, я думала, все, конец. Это не конец. Это, знаете, только начало. Только, боюсь, эксклюзивного белья вам больше не придется носить. В ближайшие лет десять. Что? Ну, выйдите, будьте еще молодая. Машина. На вашей обуви обнаружены микроследы крови Михаила Елизарова и грунт с участка, где был спрятан труп. Он сдать нас хотел. Вы же сами знаете. А вы откуда это знаете? Вопросов стал много задавать. И вы подсунули ему свою девушку, чтобы она все выяснила? Она сама решает. Меня не спрашивает. Это она решила его убить? Да. Для того, чтобы, типа, дядя заняли реально в прякс. Нет. Жень, возьми праздник. Жень, возьми праздник. Трифон? Ты откуда? Да ладно, ничего трясешься, братан. Не рад? Только перчатки не снимай. Это с самого начала был ваш план. Вначале сбежать из дома, потом убить Михаила и подставить помощника вашего отца. Для того, чтобы дядя был уверен, что вам грозит большая опасность. Зачем мне это все? Вы попросили помощи у Плотникова как раз тогда, когда он ехал на работу. Ваш любовник Трифонов изобразил слежку. И дяде пришлось везти вас в музей. Ну а дальше дело техники. Все это было только ради ограбления музея. Да если бы мой козел-отец не профукал свой бизнес и не продал меня своему кредитору, ничего бы не было. Мне иногда кажется, что у таких, как вы, просто какая-то генетическая склонность к преступлению. И в каких бы хороших условиях вы ни находились, все равно рано или поздно эта склонность проявится. И мы здесь совершенно не бессильны.